В мариупольском направлении боевики не оставляют попыток вытеснить наших бойцов за пределы поселка Широкино. Используют крупнокалиберные минометы, к передовой подтягивают танки. Подробнее об этом Александр Пантелеймонов. Бои в Широкино разгорелись с новой силой. Тяжелые минометы, танки, от разрывов сотрясается земля. Выстрелы из автоматов и пулеметов практически не утихают. Из чего этого только что мы слышали взрывы? Не могу сказать. Может быть разный вид оружия. Из чего точно это? Без понятия. Скорее всего это был танк. Нашим бойцам приходится отвечать, чтобы хоть как-то утихомирить террористов. Так как тяжелое вооружение с линии соприкосновения отвели, обходится тем, что осталось. Опытный армеец с позывным Сан Саныч бьет по врагу из гранатомета. Для него это не просто железяка, а настоящий боевой товарищ. Наша старушка, ей уже 50 лет. И она до сих пор работает. В принципе работали только по снайперским точкам сейчас. Но танка ихнего не видели, потому что я выезжал отсюда, я не с этого места стрелял. А вот террористы вовсю стреляют из вооружений, которые должны быть отведены. Прямо сейчас неподалеку отсюда идут напряженные бои, постоянно слышны звуки взрывов. А вчера еще ДНРовцы обстреливали эти позиции из запрещенных сейчас 120-мм минометов. И прямо посреди поля боя пытаются выжить мирные люди. Засевают огороды, ведут хозяйство, а над головой летают мины и снаряды. Те, кто не выехал, говорят, бежать со своей земли никуда не собираются. Поэтому помогают нашим военным чем могут. Говорят, без взаимной помощи и поддержки здесь просто не выжить. Александр Пантелеймонов, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер.